Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на обновлённый канал Давай Запишем. Как вы могли заметить, мы сменили декорации, и это повод для вас написать в комментариях, а что вы думаете по поводу нашего нового внешнего вида. Но давайте всё-таки о теме ролика поговорим. Это два усилителя для наушников. Более домашний вариант и более студийная. Развернутая версия за авторством Proil, о них мы с вами сегодня и поговорим. Мы начинаем! Где могут быть полезные усилители для наушников? Самый яркий пример, вот ваш аудиоинтерфейс, в нём есть всего лишь один выход для подключения наушников. А к вам пришли друзья-музыканты, с которыми вы хотите помузицировать, с которыми вы хотите что-то записать параллельно, мультитрек, и одни наушники на всех. Согласитесь, это немножко неправильно. Именно здесь на сцену выступают подобные устройства. Допустим, начнём, если с малого, мы можем подключить сюда стерео, тянем провод, стерео провод с вашего выхода для наушников, заходим в стерео вход, который у нас дан на задней части в виде стереоджека. И на выходе получаем... давайте я вернусь. На выходе мы получаем всё тот же самый сигнал, но в четырёх разъёмах для подключения наушников, то есть до четырёх наушников мы с вами сюда сможем подключить и слышать в них один и тот же звук. Характерно, что у каждого выхода для наушников есть индивидуальная регулировка усиления. Что это значит? Даже если у каждого из вас имеются наушники с различным сопротивлением, даже если у каждого из вас по-разному немножечко устроен слух. Я это к чему? К тому, что кому-то громко, кому-то тихо. Каждый человек сможет своей собственной индивидуальной ручкой настроить тот уровень звука, который ему будет наиболее комфортен. Поговорим снова про входы, потому что выходы, это конечно же интересно, но на задней панели нас ждёт ещё одна пара разъёмов, это RCA, они же тюльпаны. Здесь стерео вход, то есть мы можем пользоваться либо RCA, либо подключаться стерео большим джеком. Также, раз мы с вами уже смотрим на заднюю часть, очень приковывает внимание ручка переключения моностерео. С помощью неё мы будем выбирать, а какой же звук у нас пойдёт на мониторинг. Будет ли это звук в моно или будет ли это звук в стерео? Выбирайте, что будет более приемлемо именно в вашем случае. Ну разъём для питания, кстати, характерно, что здесь мы имеем такой небольшой разъёмчик, и блок питания для этого разъёма у нас идёт в комплекте вместе с этим прибором. А на рековой версии у нас уже стандартная 220 вилка, она тоже идёт в комплекте. И мы об этом поговорим более подробно ближе к концу ролика, когда мы с вами будем говорить про громкости. Потому что это очень важный вопрос, и он встаёт достаточно остро, когда дело касается подключения высокоумных наушников, и об этом у нас будет отдельный пункт, и мы его затронем ближе к концу. Поговорим про рековый прибор. Как я уже сказал, это более студийное устройство, и оно, на мой взгляд, интереснее. Оно существует для более сложных задач, потому что здесь помимо большого количества выходов есть и повышенное количество входов, так мы это назовём. Если на вот этой младшей модели у нас имелся всего лишь один стереовыход, то здесь мы можем выбирать из четырёх стереовыходов. То есть сюда мы с вами можем подавать четыре независимых стереомикса и распределять их на выходы. Всего у нас здесь доступно шесть подключений по выходам, то есть шесть раздельных секций. У каждой есть своя ручка усиления, у каждой есть ручка выбора того входа, который сюда пойдёт. По сути, это можно было бы назвать микшерным пультом, но скорее, я думаю, правильнее было бы назвать таким небольшим переключателем между каналами, потому что здесь переключение идёт фиксировано. Допустим, обратимся к этому первому каналу. Что я сейчас сделал? Я сейчас на первый канал по выходу подал второй канал по входу. Теперь подал третий канал и так далее. На все остальные выходы у нас идут первые каналы и, допустим, я везде сейчас подал вторые каналы. Я надеюсь, что вы там за кадром не запутались. Достаточно жёсткое переключение. Вы заметили, ну и мне отсюда не совсем удобно, признаюсь, это всё делать. Но фиксация у ручек жёсткая. На каждом пункте, в каждом выборе у нас есть достаточно жёсткая фиксация. Ну и ручка усиления, ход у неё, что характерно, более плавный. Давайте посмотрим на заднюю часть этого устройства. Сделаем небольшую паузу. Нам открылся коммутационный блок. Здесь всё, что связано с каналами по входу, ну и разъём для питания, которым уже было чуть раньше. Смотрите, здесь нету переключателя моностерео. И этот самый переключатель у нас занимает особая система распайки, которая предусмотрена в этом устройстве. Точно по тому же самому принципу работает большинство микшерных пультов, аналоговых, что я имею в виду. У нас есть стереоканалы по входу, но при этом, если мы занимаем своим проводом только левый канал из этого стерео лево-право, то сигнал автоматически у нас как бы замыкается и становится моно. Если мы занимаем сразу лево и право, то мы получаем стерео. Так что если вы пользуетесь моноподключениями, подключайтесь именно в левый канал. Ну я думаю, стоит поговорить ещё немножко о направленности этих устройств. Звукорежиссёру они могут пригодиться, когда мы сами записываем музыкальный коллектив. И допустим, здесь мы на своём аудиоинтерфейсе имеем сразу несколько независимых выходов, и мы можем их посылать сюда и раздавать нескольким участникам. Причём здесь у нас есть выбор, и мы можем эти миксы дублировать, мы можем раздавать один и тот же микс сразу нескольким людям. То есть такие возможности по роутингу, которые не во всех аудиоинтерфейсах предусмотрены. Я бы даже сказал, что в аудиоинтерфейсах начального и начального полупрофессионального сегмента таких вещей их просто физически нет, о них можно только мечтать. Вот, пожалуйста, подобными решениями можно пользоваться. Если вы музыкант, если вы опять же где-то репетируете, и вам нужен мониторинг, причём мониторинг с несколькими независимыми миксами, пожалуйста, это решение будет очень и очень кстати. И я бы сказал, что даже непрофессиональным музыкантам с чем-то подобным будет достаточно просто разобраться. Стоит отдельно отметить, что здесь мы видим форм-фактор рэкового юнита, то есть это устройство может жить как в рэковом шкафу, но в комплекте у нас идёт четвёрка вот таких ножек прорезиненных, мягких, которые можно наклеить на корпус и поставить это устройство, допустим, где-нибудь на стол или на какую-нибудь поверхность вне рэкового шкафа. Если вам не требуется собирать отдельный рэковый шкаф, если у вас нету какой-то рэковой обработки, вы используете только это устройство, можно его использовать как есть вместе с этими ножками. Поговорим немножечко о усилении и о работе с высокоомными наушниками, потому что это тоже достаточно важный пункт. Специально для этого ролика мы из аналов истории достали вот такую штуку, но на самом деле это достаточно распространенное решение, оно профессиональное и оно высокоомное. Это 250 Ом. Это БРА, хоть и выглядят они не как типичные БРА, но это профессиональные мониторные головные телефоны. И с помощью них мы слушали, насколько же сильно усиливают сигнал вот это и вот это устройство. И как оказалось, это очень интересно. Я не зря делал отдельное ударение на источники питания, то что здесь он такой поменьше, тут полноценные 220. И то, и то устройство, что очень странно, но это так, прекрасно справились с 250 Омами. Мы за кадром думали, что вот этот малыш не подтянет, но он потянул. И о чём это нам свидетельствует? Освидетельствует это нам о том, что мы можем принести сразу четыре подобных наушников, воткнуть их сюда, и всем всё будет прекрасно слышно. Стоит ли говорить о подобном устройстве, что на студию может прийти сразу шесть музыкантов, у каждого вот такая махина на 250 Ом, и все всё будут прекрасно слышать, даже с запасом. По крайней мере, когда я делал тесты, у меня здесь ручка усиления ставила на 12 часов, тут чуть-чуть побольше, и мне эта громкость казалась чрезмерной. То есть даже при чрезмерной громкости на мой, по крайней мере, слух, у нас был какой-то запас. Это очень интересно. В конечном итоге мне будет очень интересно узнать немного вашего мнения. Допустим, если в своей работе вы пользовались усилителями для наушников, напишите модель. Это будет интересно узнать ваше мнение о той или иной модели, ваш опыт. Возможно, есть какие-то минусы, возможно, были какие-то плюсы, какие-то фишки, которые вы не нашли в этих устройствах, и без которых вы не мыслите просто ваш рабочий процесс. Стоит учитывать последние веяния, последние веяния во всем мире. И стоимость на подобные устройства, как они меняются, причем меняются с ошеломительной скоростью. И если раньше мы смотрели с вами, скорее всего, в сторону каких-то Mac, Presonus, Art, если что-то более бюджетное и так далее, то теперь, скорее всего, когда мы говорим про бюджетный сегмент, это будет Proil. И признаться, я изначально был настроен скептически, я вслушивался, пытался выслушать какие-то недостатки и недосчеты, но в целом вот эти устройства, они звучат вполне неплохо. Они звучат вполне неплохо, и я думаю, что невооруженным слухом разницу от какого-то самого Art, или Presonus, Mac, вы просто не услышите эту разницу. Поэтому вот, пожалуйста, отличное решение для студии. Еще раз взял вас в комментарии, друзья, напишите, как вам наш новый обновленный внешний вид. Напоминаю, что это был канал Давай Запишем, здесь мы с вами говорим про аудио. Подписывайтесь, ставьте лайки, можете подписаться отдельно на меня, мои соцсети вы сейчас видите на экране, а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания, до встречи в следующем ролике.